Шаббат шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава ЦАФ. Книга Вайкра, вторая глава. Мы читаем, что мы должны принести, кроме жертвы грехочистительной быка и жертвы светсожжения барана, второго барана приносим в мирную жертву. И начинается все как обычно. То есть режут барана, кровью окорпляет жертвник со всех сторон, жировые части вынимаются из барана. И теперь говорится о хлебах. Коины берут три вида хлебов. Это все пресные хлебы, опресноки. Разных видов маца получается. То есть хлеб, замешанный мука с водой, запеченная в печи, и хлеб, мука с маслом, запеченная. Вот три такие вида. И со сковороды, допустим, берут хлеб один. Все виды являются опресноками. Мы берем и даем коинам, да, слушай, Маше дает коинам жировые части в руки, обе почки, жир, который на них, жир, который на тазом, который на печенью, и еще дает им правую заднюю голень. И сверху этого ставят еще им на руки коинам хлебы. Вот эти, которые я говорю. Приносятся четыре вида хлеба. Четвертый квасной хлеб, но, конечно, его на жертву не приносят. И коины это все сжигают. Но, мы же знаем, при обычной нервной жертве, правая задняя голень достается коину, который ее приносит. В данном случае сжигается. Все меняется, не так, как в обычной жертве. А вот грудину коины отдаются. Ну, кому же в этот раз досталась грудина? Маше. Маше Робейну, получает грудину. Он в этот день работает коином. Он посвящает коинов. Он их всех помазал. И помазал кровью мочку правого уха, и большой палец правой руки, и большой палец правой ноги, и кровью этой жертвой, и маслом помазал. То есть, все это выполняет Маше. Но Всевышний не говорит ему взять грудину и правую заднюю голень. Говорит, грудина. Только грудина была долей Маше. Все-таки Всевышний почему-то различает. То есть, коины получают и грудину, и правую заднюю голень. А Маше все-таки получил только часть. Только грудину. И эта служба идет 7 дней. Каждый день пишется повторять вот это все служение. Получается, каждый день нужно было принести необычную жертву грехочистительную за агрона. То есть, там удивительно получается, что жертва грехочистительная сжигается вне стана, со всеми, со шкурой, с нечистотами. То, что обычно не происходит с грехочистительной жертвой. Только в том случае, если кровь не сена в святилище. И тогда это происходит. А тут нет. Ни кровь не внесена в святилище. И никто ее не брызгал в сторону завесы. И никто не мазал рога маленького золотого жертвника для ароматных воскурений. Тут мажется рога большого жертвенника. И туша. И все-все-все сжигается. Даже с нечистотами вне стана. Только жировые части на жертвы. Это необычная жертва. А вот барана идет. Баран, жертву сожжения, похожий на обычную жертву. Идет так же. Приносится. И шкура не сжигается. Видно, приносится. И коин достается, который ее приносил. В данном случае, маше коин не знает. Досталась ему шкура. Это тора не пишет. После этого мы подходим к мирной жертве. И то, что мы с вами говорили. Жертва и мирная тоже самое происходит. И опять мажут коином. И опять все мажется. То есть, вот это служение Всевышний сказал. Повторять семь дней. И от шатра откровения не отходить. Коины не могут отойти от шатра откровения. И днем и ночью оставаться там. И Всевышний предупреждает. Малейшее неточное движение и закончится смертью. Не подвергайте свою жизнь опасности. Всевышний четко предупредил коинов. Что здесь все нужно сделать точно. Вот этих семь дней коины все четко написано, что сделали они все точно, как Всевышний сказал Маше. То есть, после этих семи дней у нас и помазанный сам шатер, и помазанный ковчег завета, и помазанный стол с лебами предложения, помазанный минора, помазанный маленький золотой жертвник для воскурения благовоний, помазан сам жертвник большой во дворе храма, и естественно помазан умывальник. В умывальник залита вода, то есть все готово. Маше внес ковчег, и крышку положил, закрыл. Все, и в эти дни все произошло, все закрыто, шатер полностью готов уже к работе. и расписано, как выглядит жертвник, что на нем три костра находятся для для сожжения, для горячей, для жертвы, для мирной жертвы. То есть, три костра. Есть мнение, что четыре. В пустыне мы это не видим в Торе. Описан жертвник маленький, всего он высотой три локтя, то есть метр пятьдесят грубо, вот такой вот. И не писано, что надо сделать основание. Наши мудрецы говорят, что тоже строили основание. В принципе, это большое основание, но поймайте, что построить его мгновенно, потому что сколько же людей, этих левитов, действующих левитов с коинами, восемь тысяч пятьсот восемьдесят человек. Естественно, с такой силой можно построить что угодно за минуты считанные. Но есть мнение мудрецов, что вот как был жертвник, как стоит жертвник маленький, описан Торе, вот такой он и был. Не строили основание в пустыне. Есть разные мнения. И когда мы видим этот жертвник маленький, там никак не скажешь у него три кастраза. В общем, у нас есть разные мнения, это и хорошо. Потому что у Торы семьдесят лиц, и все они считаются правильными. Вот так. Все, теперь мы уже подошли к тому, что у нас начинается служение, и это уже будет глава Шмени. Это не такая простая глава, она и страшная, потому что мы знаем, что погибают праведники невероятной чистоты. Ну, что делать? Всевышний четко предупреждает, что малейшее действие не так и может плохо закончиться. А на сегодня наш урок заканчивается. Мы надеемся, что мы будем себя вести достойно, что у нас был прекрасный Шаббат. Всем браха, парнаса, кавана, мазал того, что мы это время не грешили, учили Тору. Шаббат будет называться Шаббат-Гагадоль. И пусть закончится срочно эта страшная война. Всем всего самого лучшего. Шаббат-Шалум.